В мировом космическом клубе состоит лишь дюжина государств. Главные из них — США и бывший Советский Союз, запустившие в космос первые миссии в истории человечества. Вот только в основе многих космических достижений — гениальные идеи и неутомимый труд талантливых украинцев. Сейчас мы о них расскажем. В селе Люденька Полтавской области Украины живет меньше 4 тысяч жителей. И это самая малоизвестная точка на карте истории мировой космонавтики. Да нет в этом селе космодрома с мировым названием. Но все же начало ему более двух столетий назад положено именно здесь, где родился выдающийся творец боевых ракет. Местный краевед говорит об Александре Засядько, украинце, который стал артиллеристом в армии Российской империи в начале 19 века. Многие любители истории космоса знают о британской ракете Уильяма Конгрева — суперсовременном оружии того времени. Но параллельно с этим украинский изобретатель разработал свою модель ракеты. В 1815 году Засядько проводит удачные эксперименты с боевыми ракетами и вскоре дает их на испытания. Ракеты Засядько превзошли и подобное оружие Конгрева по дальности. Они достигали расстояния до 3000 метров. Ракетное оружие того времени и легло в основу разработок будущих космических ракет. В конце жизни Засядько даже обдумывал, как долететь до Луны. Однако история помнит его как выдающегося русского изобретателя. Типичный пример того, как имперская Россия присваивала достижения украинцев. А если талантливые люди выступали против империи, их уничтожали, а имена забывали навсегда. Именно так произошло с Николаем Кибальчичем, украинским революционером родом из Черниговской области. Он разработал бомбы, от которых погиб император Александр Второй. В конце 19 века Кибальчича бросили в камеру смертников как террориста. И именно там он разработал один из первых в истории проектов реактивного ракетного двигателя. Осужденный писал «Если моя идея будет признана осуществимой, то я буду счастлив от того, что окажу столь огромную услугу своей родине и всему человечеству». Кибальчича казнили, а его проект реактивного двигателя увидел свет лишь в 1918 году после распада Российской империи. В те же годы юный украинский студент Юрий Кондратюк разрабатывал проекты многоступенчатых ракет и так же, как и Засядька, мечтал об освоении космоса. Эти мечты в конце 1920-х обрели конкретную форму. Кондратюк написал книгу «Завоевание межпланетных пространств». Автор надеется, что ему удалось представить задачу завоевания Солнечной системы и не в виде теоретических основ, а в виде проекта, хотя и не детализированного, но уже с конкретными цифрами, осуществление которого вполне возможно и в настоящее время. Несколько лет спустя книгу Кондратюка купил Конгресс США. И именно его расчеты легли в основу американской миссии на Луну. «Аполлоны» использовали не только траекторию, разработанную украинцем. Сама схема посадки, когда от основного корабля отделяется лунный модуль, тоже придумана Кондратюком. Но в то время, когда США спешили первыми высадиться на Луне и обогнать СССР, с ними конкурировал другой украинец. Главный конструктор всей советской космической программы Сергей Королёв. Уроженец украинского города Житомира не только разрабатывал ракеты, на которых в космос отправились первые земляне, но и сами эти полёты. «Скажем, исходные данные. Спорят по ним сотни людей в течение трёх месяцев. Наступает момент, когда эти данные должны быть утверждены. Вот за утверждённые данные по закону и по совести ответственность несёт персонально и единолично главный конструктор». Самое невероятное, что перед тем, как талантливый украинец совершил космический прорыв, Советский Союз Королёва едва не убил. Ведь в сороковые годы учёный был репрессирован и сидел в лагере по политической статье, а вытащили его оттуда еле живым. Естественно, все достижения украинского конструктора были присвоены СССР, а затем уже и Россией.